Каждый день в нашем регионе обманывают людей. Только в Твери с начала года зарегистрировано свыше 1000 мошенничеств и около 1000 хищений денежных средств. Сумма ущерба исчисляется десятками миллионов. О том, как уберечь свои накопления от действий мошенников, сегодня еще раз говорили сотрудники полиции. О разнообразных способах мошенничества жители региона предупреждают многочисленные листовки и социальные ролики. В программы нашего телеканала мы постоянно приглашаем экспертов, которые разъясняют все приемы обмана. Но жертв не становится меньше. Наоборот, причем отдают свои сбережения преступникам не только люди преклонного возраста. Попадают люди разные. Начиная от простых студентов, у кого есть в пользу банковская карта, у кого есть в пользу мобильный телефон с выходом в интернет, и заканчивая пенсионерами в том числе. Примечательно, что возрасту потерпевших соответствует и возраст самих мошенников. От студентов до пенсионеров. Преступники могут проживать в разных регионах страны, а то и за рубежом. Обман для них – та же работа. Из 5000 уголовных дел, расследуемых сейчас в следственных подразделениях МВД, 4000 возбуждены только в этом году. Это были хищения со счетов и хищения денежных средств граждан путем обмана, когда граждане сами отправляли злоумышленникам денежные средства под различными предлогами. Будь то это цель спасти свои деньги, либо оплатить товар, который они хотели купить. Кроме того, в этом году выросло количество преступлений, совершенных под предлогом брокерской деятельности и деятельности инвестиционных бирж. Хищения с банковской карты сами полицейские называют наиболее опасным видом преступления. Потерпевшие теряют волю, впадают в транс, когда отвечают на звонки мошенников, выдающих себя за банковских сотрудников. Они имеют определенные решения воздействия на психику человека, после чего, соответственно, они входят в их доверие и заставляют совершать совершенно необдуманные действия. Были случаи, когда потерпевшие за один день оформляли на себя сразу несколько кредитов на многие миллионы рублей, чтобы потом отдать деньги мошенникам. Как только вы получили кредит, это уже ваши деньги. И кладут эти деньги у вас, не у банка. Поэтому, если все-таки случилось, что вы попались на уловку мошенников, оформили кредит, сняли его, пожалуйста, никому не отправляйте эти деньги. Верните их в банк, отнесите их домой, посоветуйтесь с кем-то. Но не нужно делать ничего быстро, срочно, как от вас требуют эти мошенники. Нужно дать время подумать себе и остановиться перед банкоматом в любом другом месте. Но не надо идти на поводу у них. Это единственный способ спасти ваши деньги, когда вы пошли с ними на контакт. А еще специалисты советуют избегать контакта с мошенниками. Звонят – сразу прерывайте разговор. И сами позвоните в банк, а лучше туда придите. Еще раз призываем – никому не сообщайте персональные данные своей банковской карты. Помните, цифровой код по СМС приравнивается к вашей цифровой подписи. Она открывает дорогу к вашим накоплениям. Не поддавайтесь на другие уловки. Один из них практикуется в последние годы. Требует деньги за вашего близкого, якобы виновного в ДТП. Теперь метод обмана изменился. Они сообщают, что деньги нужны не на взятку сотрудникам любого правоохранительного органа, а деньги нужны, чтобы оказать срочную медицинскую помощь тому человеку, кто попал вместе с вами в ДТП, вам, на операцию, на операцию вашим знакомым. Есть ситуация такая, что деньги нужны сейчас, здесь немедленно. То есть, если как только у вас начинают что-то делать срочно и немедленно, это уже говорит о том, что, возможно, вы общаетесь с мошенником. Потому что только они спешат вас обмануть. Доказать такие преступления очень трудно. Как и вернуть украденные у вас деньги. Огромная просьба реагировать максимально быстро. Обо всех фактах, которые вам стали известны, сообщать в банке. Может быть, где-то как-то банк сможет помочь вам. Но здесь тоже механизм требует регулирования на законодательном уровне. Сейчас банк ограничит в своих полномочиях. Он, как и мы, и он не может вам быстро помочь вернуть ваши деньги. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Сами заботитесь о своей безопасности. Не совершайте необдуманных сделок. О способах мошенничества, возможности найти преступников и вернуть свои сбережения, а еще о том, что делать с кредитом, оформленным через мошенников, поговорим 9 декабря в программе «Тема дня». Прислушайтесь к советам специалистов.